Сегодня я расскажу вам как получить сет триады, дающие максимальную скрытность. Топовое оружие Ла Варитта. Когда вы соберете полный сет триады и возьмете данную винтовку, вам станет доступно ночное зрение. Оно позволяет отмечать всех врагов, которые доступны в вашем радиусе действия, а также вы сможете стрелять сквозь стены. Как вам такое? По-моему стоит потратить на это время. Ну и конечно же расскажу про топовое животное, напарника Алуса. Итак, все начинается на стартовом острове. Отправляемся в данную точку на карте. И находим пещеру Алува. Она станет подсвечена. Какая странная пещера. В последний раз я видела символы триады еще в детстве. Тут все достаточно просто. Начинаем двигаться вглубь пещеры. На полу мы увидим записку. Читаем ее. У нас появляется новое задание. Найти три реликвии триады. Обязательно лутайте все ящики, которые будете находить по ходу этого квеста. Ведь в них спрятаны все части нашего будущего сета триады. Из данного квеста мы узнаем, что нам необходимо три реликвии триады. Одна находится в Мадругаде, вторая в Велье де Оро и третья в регионе Эль Эсте. Что ж, поехали искать. Итак, Мадругада. Отправляемся в данное место положения на карте. Здесь подходим и читаем записку. Далее ничего сложного. Бросаем крюкошку и продолжаем двигаться вверх. Как только вы заберетесь на самый верх, у вас появится доступ в пещеру Лунатика. Обратите внимание, что на стенах всегда есть небольшие подсказки в виде стрелочек. Они подсказывают, куда нам идти. Надо рассчитать время. Если вдруг кто-то, как и я, не рассчитал время и вовремя не отцепился, чтобы перепрыгнуть на другой трос, ничего страшного. Здесь можно по старинке залезть по скале. Далее я же советую это время все-таки рассчитывать. В этой пещере нет ничего сложного или интересного, поэтому я ее скипну, а вы же с помощью крюк-кошки продолжайте двигаться вперед. Конечно не все. Это только первая реликвия. Погнали искать вторую. Итак, район Вельде Оро. Отправляемся в данное местоположение на карте. Наш путь преграждает дверь. Она закрыта. И казалось бы, что же делать? Надо всего лишь прочитать записку. Из которой станет понятно, что нужно вернуться сюда ночью. Да, место действительно криповенькое. Так что если играете в наушниках на максимальной громкости, то будьте готовы, так скажем, к некоторым неожиданностям. Нас интересует комната справа. Заходим в нее. И разбиваем то зеркало, которое само не разбилось. Именно там будет секретная кнопка, открывающая тайную дверь. Проходим в комнату напротив. Так, что это тут творится? И тут у нас небольшая загадочка. Ответ на эту загадку спрятан в письме на столе. Читаем письмо. Далее жмем среднюю кнопку, затем левую, а потом правую. Давайте пройдем на второй этаж. Он получается у нас слева. Как обычно, читаем записку, которую найдем на пианино. Дверь открывается с помощью пианино? Что за хрень? Заходим в эту комнату и подбираем ключ от подземелья. Это подземелье находится на первом этаже. Прямо напротив входа. Используем ключ. Заходим. В данной комнате нас интересует вот эта кнопка. Она незаметна, так как не подсвечивается от слова совсем. Давайте проследуем на место взрыва. И тут мы с вами аккуратно спускаемся в колодец. Ну, или не совсем аккуратно. Все, далее все просто. Смотрим на стрелочки и ищем наши сокровища. О, светилище. Идол Око. Огона воды, жизни и справедливости. Она бы нам пригодилась. Нужен еще один идол. Да, нужен последний идол. Погнали покажу, где его найти. Последняя реликвия находится в Эль-Эсте. В районе Ла-Хойя. Вот здесь. Итак, отправляемся в указанную точку. И нас интересует вагончик, который охраняется. Убираем охрану и идем к этому белому вагончику. Дверь у него закрыта. Ну что же нам мешает просто выломать ее мачетей? Ничего. Здесь нас интересует ключ-карта. Может он отважной двери? Он определенно отважной двери. Итак, давайте спустимся к раскопкам. Спустились. Читаем записульку. Замок открывается легким движением мачете. Главное, это не забудьте выключить генератор. Давайте сломаем этот палет и выдернем провод. Иначе дальше мы с вами не пройдем. Все, отключили. Можно спокойно спускаться в подземелье. Не забудьте подобрать ключ-карту. Далее нам необходимо погружаться. Все, проплыли. Отлично. Открываем дверь слева нашей ключ-картой. И этот способ есть. Прочитав записку, мы узнаем, что нужно включить вентиляционную систему. Все, теперь можно спускаться в шахту лифта. Тут есть очень важный момент. Только соберете все необходимое, быстро улепетываете. Все, мы собрали все реликвии. Давайте теперь вернемся туда, откуда все началось. А именно на стартовый остров в нашу пещеру. Ух, больно. Итак, мы с вами на стартовом острове. Предлагаю установить все три реликвии на свои места. Также вам советую взять с собой самое мощное оружие, что у вас есть. Ведь нам придется немного пострелять. Что происходит? Конью, это все правда. Грася, Салува. Но там вроде было что-то по поводу Стража. Да где же ты? Что тебе на месте не сидится? Ты это делаешь? Прости, но это тебе хотелось подраться, помнишь? Не злишься? Никогда не умела обращаться с кошками. Может, кошка-призрак – это другое? Хуан! Я нашла новый Супрэму. Дани, Супрэму Хуана Кортеса вот так просто не находят. Как он выглядит? Деревянное ружье с рунами и череп животного на рюкзаке. Это не мой Супрэму. Найдешь создателя этой подделки, скажи ему, пускай нанимает адвоката и покупает бронежилет. Зачем богам адвокат? Все, друзья, мы с вами собрали полный набор триады. Это костюм, Супрэма, оружие. И, конечно же, получили нового напарника. Воспользовавшись любым верстаком, можно будет настроить все под себя. Тут я ничего советовать вам не буду, все сугубо индивидуально. Настраивайте и экспериментируйте. Самое прикольное, что собрав полный набор триады, мы сможем использовать истинное зрение, которое позволяет отмечать всех находящихся рядом врагов и убивать их через стены. Плюс, при определенной прокачке нашего оружия, попадая в голову, мы не будем даже тратить патроны. Вот как-то так. Если видео понравилось, пригодилось, то поставьте лайк. Если нравится канал, то подпишитесь на канал. Ну и все, друзья, всем пока-пока.